Выполнить этот норматив очень непросто. И для каждого региона страны появление мастера-международника – большое спортивное событие. А у нас это высокое звание российский Минспорт присваивает сразу троим. Такой вообще впервые. Дарья Ломацкая – даже не восходящая, а состоявшаяся звезда такого тяжелого вида спорта, как пауэрлифтинг или силовое тройборье. Завоевав все, что только возможно на молодежном уровне, Оренбурженко в этом сезоне дебютирует на взрослом чемпионате страны и сразу занимает первое место. Покорять международные арены Дарья начала с самого юного возраста. В прошлом сезоне, выступая по юниорам, сначала завоевала золото на майском первенстве мира в Токио, а осенью победила в Канаде, при этом обновив высшие мировые достижения. В этом старте могу сказать, что, конечно же, не все реализовали, что хотели, но все равно довольны результатом, так как установили новый рекорд в приседе, не только в моей возрастной категории, но и в возрастной категории старше. Ломацкая тренируется на базе Оренбургской спортшколы «Прогресс» под руководством тренера Виталия Бравкова. Другие новоиспеченные международники представляют смешанные боевые единоборства ММА. Боец Оренбургского клуба «ЦЕСТО» подопечный тренеров Жиганова и Куликова Саламат Избулаев удостаивается звание за победу на прошлогоднем чемпионате Европы в Италии. Он проходит весь турнир буквально на одном дыхании, одержав пять побед, из них три нокаутом. Саламат последовательно выигрывает у соперников из Швеции, Австрии, Финляндии, Эстонии. И в финале единогласным решением судей выигрывает у испанца. А тот бой признается лучшим на турнире. На том же чемпионате Европы серебряным призером стал и третий лауреат Евгений Морозов. Тогда он представлял Тверскую область, а потом переехал в Оренбург. Морозов – чемпион мира по панкратиону, чемпион МВД России по рукопашному бою. С возобновления спортивной жизни в полном объеме наши герои настроены штурмовать новые вершины. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня.